Да, Володя, у телефона. Хорошо, выезжаю. Об операторе Володе Пархоменко у меня столько информации в голове, что трудно все ее систематизировать. Начну с конца, с конца его жизни. Ушел он по времени совсем недавно, потому, наверное, так свежи в памяти его веселые словечки, каламбуры, какие-то рифмованные строчки по случаю, без, которые всегда были готовы сорваться с его острого языка. Балагором он был отменным и оставался таким до последнего. Его улыбка, особый прищур глаз, громкий голос. Вот они мелькают перед тобой, звучат наяву. Кажется, еще совсем недавно выезжали на съемки в Южную Осетию. Лето в разгаре, солнце в зените. Жара стоит такая, что голова отключается, а тело мечтает только об отдыхе в прохладном тенечке. Камера вырубается от перегрева, а Володя, ну, как стойкий оловянный солдатик, командует парадом. Следуя его приказу, собираюсь с мыслями и, наконец-то, заканчиваю интервью. Отдыхай, говорит он, а я пойду постреляю что-нибудь для перебивок. И, как ни в чем не бывало, идет снимать природу. Ищет говорящие кадры, чтобы потом при монтаже можно было легко перекрыть склейки. Ему ничего не надо говорить. Он лучше тебя знает, что и как нужно снять. Вот с такими операторами, как Володя, очень легко работать. По имени его редко кто называл, в основном молодежь. Для ровесников он пархом. Человек-самоучка, многостаночник. Мастер на все руки, который сделал себя сам. Даже не знаю, какое у него было образование. Да и какое это теперь имеет значение. Пришел на студию практически мальчишкой. Учился операторскому ремеслу у ненамного старше его товарищей. Все хватал на лету. И во всем принимал активнейшее участие. Ставились телевизионные спектакли. Володя и в роли художника-оформителя, и в роли актера. Дело в том, что он обладал артистическим даром и прекрасно рисовал. Говорят, все смотрят, а видят избранные. Володя обладал этим третьим глазом, который подмечал нюансы, оттенки, объемы. Такое зрение отличает настоящего оператора-художника, постановщика от ремесленника. Когда пошли широким фронтом съемки полнометражных художественных фильмов, Володя снова выступал в этих двух ипостасях – художника и актера. А с кассиром чертовски здорово придумано. Аллах – свидетель, делаю, что могу. И еще наш общий друг настоятельно просил напомнить о второй капле. Кино Пархом полюбил сразу и бесповоротно. Но и телевидение никогда не предавало. О, как многостаночник. Работал в студии сначала в прямых эфирах, ибо все программы шли в этом формате. Потом поэтапно осваивал эту новую камеру за камерой. Для операторов в эпоху перестройки весь трудовой период был революционным. И Володя прошел свой профессиональный путь, начиная с многокилограммовой тяжести на плече и кончаясь современными камерами со всеми возможными техническими наворотами. Он тоже был из наших телевизионных первопроходцев. Работа оператора требовала полной сосредоточенности, внимания к деталям, дисциплины. Ведь это их глазами зритель видел все, что должен был увидеть в студии. Но и без хорошей физической формы с этими задачами трудно было справиться. Оператор в напряжении практически весь вечер. Ведь раньше все передачи одна за одной шли в прямом эфире. Володя был из категории выдумщиков, которые стремятся работать по максимуму. Он все время старался улучшить картинку всеми возможными и невозможными способами. В ход шли всякие насадки, фильтры, зеркальные приспособления. Это сейчас программа фотошопа может из крокодила сделать принцессу. Тогда все было в умелых руках оператора. Спецэффекты тоже создавались, что называется, вручную. И сколько было у всех радости, когда концертную программу удавалось украсить всеми этими новшествами. Все ведущие, которые делали свои первые шаги в телевизионной карьере, вспоминают Володю с особой благодарностью. Он мог создать в студии перед эфиром особую благожелательную атмосферу, которая помогала человеку расслабиться, сбросить напряжение. Расскажет какую-нибудь байку, подбодрит комплиментом. «Ты не представляешь», – говорил он начинающему ведущему, – «как любит тебя камера, как замечательно ты смотришься». И тот или та безоговорочно верили ему. Не догадываясь, что Пархон говорил это всем, чтобы поддержать человека, который чувствовал себя в эфире, понятное дело, не в своей тарелке. Доброжелательность – это одна из его замечательных черт. Иногда он громко возмущался, разводя руками из-за какого-нибудь сбоя в съемочном процессе. И вскоре уже сам смеялся, рассказывая очередную байку из своей многолетней практики на НИИ телевидения. Мне лично он рассказал историю, как однажды перед очередным прямым эфиром выяснилось, что диктор где-то задержался. Надо было что-то решать, и режиссер обратился к Володе с просьбой – «Спасай, ты справишься, иди надень пиджак, причешись и в кадр». Володя так и поступил. Надо было прочитать программу передач, что он и сделал. Допустил только маленькую ошибку. В названии фильма «Васек Трубачев и его товарищей» он от волнения произнес «Васек Трубачок». Никто не заметил ошибку, кроме главного режиссера. И он вынес свой вердикт – за ошибку в эфире выговор. А вот за находчивость, за то, что не растерялся, выручил, объявляю тебе благодарность. Рассказчиком Володя был убедительным и азартным. Где выдумка, а где правда, не могли понять даже те, кто его хорошо знал. В былые годы на ТВ по праздникам проводились замечательные капустники. Понятно, что мозговым центром, автором частушек на нашу телевизионную жизнь, всегда был масляк на выдумке парком. И все было в рифму, остроумно, смешно до слез, весело. Не знаю, был ли на студии в те времена человек, которому он не посвятил эпиграмму, а то и целую балладу. Весна. Праздник. А какой праздник без веселья? Как говорят, какая ж песня без баяна? И какой праздник без подарков и без пирога? И вот я вам скажу по секрету, наши самые милые, самые очаровательные, самые любимые женщины ГТРК Аланни, самая веселая, самая инициативная группа, решила для вас испечь к вашему празднику телепирог с капустой. Мы хотим, чтобы этот пирог и его начинка понравились вам. Казалось, что паркому, как говорится, никогда не будет сносу. Весь о том, что он болеет, лежит, то в одной больнице, то в другой, доходило до нас. Но думалось, что у него хватит тел справиться. Не хватило. Володя, как оператор, имел самое прямое отношение к созданию практически всех программ на нашей Осетинской горке. Больших проектов и малых. К его слову прислушивались. В его советах нуждались. Он был очень нужен телевидению. А Володя Пархоменко не представлял своей жизни без него. Отсюда и разочарование, вечные спутники болезней. Финальные акты жизни всегда бывают малорадостными. И все же. Помните фильм, снятый осетинскими кинематографистами с философским названием? И оглянулся путник. И что увидел за своей спиной? Вот тут картинки у всех разнятся. Кто-то узрел посаженный своими руками сад, а кто-то – выжженную пустыню. Если бы оглянулся в Володя, то увидел бы многоцветное, замысловатое полотно, вышитое шелком его таланта. А еще – добротой сердца. Вполне возможно, что он не реализовал себя в полной мере как поэт, художник или артист. Слишком самобытна была палитра его дарований. Но он щедро пользовался ею. В моем доме, как и в домах многих коллег, есть его картины. Многие друзья хранят написанные строчки его рукой, адресованные им. Это очень личные послания, которые свидетельствуют о том, как хорошо он разбирался в людях и любил их. Он вырастил замечательную дочь Ирину – красивую, умную и не менее талантливую, чем отец. Так и напрашивается финальная строчка моей короткой зарисовки о коллеге. Жизнь Володи Пархоменко, на мой взгляд, удалась. Человек состоялся во всем. Любил жизнь, свою профессию, людей. И эта любовь была взаимной. А что об этом думал сам Володя? Подводя итоги жизни, у него было на это время, мы никогда не узнаем. Эту тайну каждый носит с собой. Однако далеко не всем дано так щедро жить, как прожил с нами Владимир Ильич Пархоменко. Володя Пархоменко Субтитры создавал DimaTorzok Вспоминая своего друга Володю Пархоменко, с которым было столько снято совместных программ, что, наверное, собьюсь со счета, мне захотелось, чтобы прозвучало имя еще одного оператора – Автандилом Динарадзе. Его можно с уверенностью назвать наставником целого отряда наших операторов. История его появления на нашей осетинской горке такова. В 1966 году председатель комитета по телевидению и радио Ахсарбек Агузаров, основоположник осетинской кинематографии, был с дружеским визитом в павильонах Грузии фильм. Там он случайно разговорился с ассистентом оператора Автандилом Динарадзе. Агузаров, у которого было хорошее чутье на людей, пригласил Автандила оператором на фильм «Возвращение Коста», который запускался тогда в Осетии. Динарадзе согласился и с тех самых пор верой и правдой служил осетинскому кино и телевидению. Создал здесь семью, женившись на ассистенте режиссера Людмиле Динарадзе. Растил сына Карена, который по стопам отца стал оператором. Мне тоже посчастливилось работать с авто, так мы его называли. Помнится, приехали в какой-то поселок и снимать программу про местную школу. Автандил всегда тщательно выбирал точку для съемок. То его задний план не устраивал, то общий. Наконец говорит, вот видишь камень в волону берега, а там за ним на заднем плане школа. Иди садись на этот камень, а рядом посади молодого учителя. Ну, того, у которого нужно было брать интервью. А нельзя снимать в этой самой школе, робко попыталась возразить я. И учитель тут же мне поддакнул. Нельзя, твердо сказал авто. Потом все снимем. И школу, и учеников. А сначала поговорите здесь о жизни, о судьбе. А вокруг вас водовороты, брызги гордой реки. Сейчас я бы сказала, да, креативно мыслит оператор. А тогда молча повиновалась совету старшего товарища и не ошиблась. Хороший он мне урок преподал. Я его усвоила. Судьба оператора была нелегкой в прямом смысле этого слова. А ну-ка поноси на плече камеру и аккумулятор общим весом в 15 килограмм. Всем ли это под силу? Автодел каждый божий день выезжал на съемки. Объездил всю республику. Его знали в каждом селе, на равнении, высоко в горах. Он снимал народ, который вкалывал на заводах, строил дома, коровники, мосты. Он встречал знаменитых гостей, которые приезжали в республику. Он жил в гуще событий, а то и чуть-чуть впереди, как и положено оператору. По настроению всегда улыбающегося авто, никто бы и не подумал, что он долгие годы борется с диабетом. Последний год жизни он часто брал на съемки сына Карена. Учил всему, что умел сам. Однажды пришлось выезжать в сильный туман. Это было где-то в Ларсе. Отец понял, что не сможет подняться на нужную высоту и передал камеру сыну. Это были по-настоящему первые самостоятельные съемки. И Карен справился с этим заданием. Вот так родился второй оператор Генарадзе, который работал на нашей студии. В злополучный сентябрьский день попал в Беслановскую школу, снимал линейку, потерял глаз. Но это прискорбное обстоятельство не стало для него камнем преткновения. Он и сейчас верен профессии, работает оператором в Академии футбола. Карен хорошо знает каждого из операторов, который сегодня в строю. Ведь многие из них прошли, как и он, школу мастера своего дела Автандилом Генарадзе. И этих уроков, поверьте, хватит на всю жизнь. Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновенье эти стрелки повернуть Я хочу не просто вспомнить имена Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть Память Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok